А главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Цинично и показательно, кто может стоять за взрывом авто в центре Киева и что известно о погибшем. Бегство от Ирмы. Мощный ураган сносит острова. Пострадали более миллиона человек. Куда направляется стихия? Как от нее спасаются? Конвертация по крупному СБУ и прокуратура прикрыли центр, оборот которого перевалил за миллиард. Резонансное убийство в центре столицы обрастает новыми подробностями. Вчерашний взрыв возле Бесарабского рынка связывают еще с тремя громкими преступлениями. Но это всего лишь одна из версий. Хотя, не может не настораживать. Снова взрыв. Опять средь бела дня и в самом центре города. Все детали и версии нынешней трагедии изучала Елена Зорина. Пятница 6.08 вечера. Центр города пробки. Как вдруг взрыв. Как разлетаются обломки авто, зафиксировали не только видеорегистраторы, но и камеры наблюдения пострадавших. Из покореженной иномарки вытаскивают прохожие. Уже после, станет известно, так ликвидировали 39-летнего чеченского добровольца, воевавшего на востоке Украины, гражданина Грузии Тимура Махаури. Его настоящее имя рассекретит СБУ Али Тимаев. Алексей был с ним знаком около года, говорит Махаури. Рассказывал, за ним охотились. В Киеве его задерживали за незаконное хранение оружия. И он получил условный срок. В Турции якобы подозревали за серию убийств. Но оправдали. По информации СБУ, разведчик Али Тимаев воевал против России в Дагестане и Сирии. На стороне Грузии участвовал в грузино-российском конфликте. Был другом Георги Лордкепанидзе, бывшего замминистра внутренних дел Грузии и экс-руководителя Одесской полиции. Тимаев пережил три покушения, поэтому и уехал из Тбилиси в Украину. И это была очередная попытка, склонны думать эксперты. Взрыв был достаточно сильный. От 600 граммов до килограммов в тротиловом эквиваленте повредил и соседние авто. В правоохранительных органах рассматривают всевозможные версии. Называют целых 6. И разлет от теракта до чьей-то месте. А вот друзья усматривают российский след и связывают с другими резонансными убийствами. В том числе и журналиста Павла Шеремета. Почему? Потому что, по-перше, уже четвертый взрыв с однаковыми ознаками. Журналиста убили, убили разведника и в Мариуполе подорвали військового. Он никак не был связан с украинским криминалитетом, да и с другим криминалитетом. Найвергиднее, что это Кадыров. Предположительно, взрывчатку могли заложить внутри салона под пассажирское сидение. И об этом свидетельствует характер повреждения машины и то, что у нее снесло крышу. А привели в действие, скорее всего, радиоуправлением или телефоном. В салоне вместе с погибшим было еще два человека. Как сообщают друзья, Тимура – это подруга Махаури, всемирно известная модель Наталья Кошель и ее дочь. Девочка сейчас в ожоговом центре, а вот Наталья в реанимации. Но врачи о ее самочувствии говорить сегодня не хотят. Никто не выйдет к вам. А почему? Потому что не дают инвертик. Почему не дают инвертик? Ну, потому что все. Комментировать что-либо врачам якобы запретили родственники. Ранее в СМИ писали у девушки повреждены глаза и конечности. По информации друзей погибшего, ее состояние нестабильное. Возле больницы и сегодня продолжает дежурить полиция. Елена Зорина, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. В зоне АТО школьное перемирие закончилось. Со вчерашнего вечера боевики совершили более 30 обстрелов. Ранены пять украинских бойцов. Огонь открывают по всей линии фронта. Особо напряженная ситуация в Донецкой области. Геннадий Вивденко продолжит. Были перестрелки. Позавчера работали АГС. Работал СПГ, РПГ. То есть крупное коллективное оружие тоже применялось. Поэтому ночь полностью вся была, ну, как говорят, в бухах. На Приморском направлении под Маринкой били из 82-мм минометов. Также обстреливали всю линию фронта южнее до Мариуполя. Сейчас они поменяли просто места, ну, с каких мест работают. Вот. Выходили с терриконов сначала. Синкс, Сискин. Ну, там их выбили, тут выбили. И теперь уже работают с других районов. Всю территорию нашей ответственности они, видать, не могут охватить. Вот. Бьют точечно. Бойцы 92-й механизированной бригады ожидали, что очередное перемирие позволит врагу укрепиться и уточнить секторы обстрела украинских защитников под Маринкой и Красногоровкой. Перемирие окончится, они пристреляются и с новой силой начнут работать так нападом. За сутки штаб АТО насчитал более 30 обстрелов. Все обстрелы, все это через меня проходит и так далее. Вот. Поэтому получается, что поспать вообще не успех. Ну, то есть, ты только, у тебя время, ну, типа положенное, там поспать, там 4 часа. Ты думаешь, ну, о, сейчас, короче, пойду лягу поспать. Только лег такой звонок, выбегаешь, что такое? Там обстрел. Два часа обстреливали украинских бойцов в районе поселка Пески. Применяли минометы разных калибров и стрелковое вооружение. Починают, бывает, с стрелецкой, бывает, одразу с крупных калибров, с 12-7-мм кулеметов, 14-5-мм кулеметов. Ну, каждый раз по-різному. Так же самому пытаются пройти вперед, закопаться. Ну, а что мы можем сделать? В огонь не можем открыть. Вкапываются перед нами. Ну, а так все и остается. Наша задача только спостерегать. Спостерегаем. Будем ждать наказа. Бойцы 92-й бригады под Маринкой гордятся. Еще до школьного перемирия вражеский БМП огнем из орудия срезал половину яблони над их позицией. Однако и после вражеского огня она дала обильный урожай. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности в телеканал Интер из Донецкой области. Бойцы АТО будут получать 10 тысяч гривен в качестве доплаты. Об этом сообщил президент Украины во время посещения воинской части Насгвардии в Винницкой области. Петр Порошенко заявил, повышение денежных выплат для военных ввели с августа. Кроме того, президент отметил, за последний год значительно улучшилось материальное и техническое обеспечение вооруженных сил страны. Кроме того, военнослужащим Насгвардии в этом году получат 450 квартир. Об этом Петр Порошенко заявил в Виннице на торжествах по случаю Дня города. Вместе с президентом поздравить с горожан приехал и премьер-министр. Мы довели, что сам в наших руках качество нашего жизни. И мы начали капитальный ремонт краины. Мы хотим, чтобы в всей краине поднималась экономика. Чтобы наше войско стало насправде к краще в свете. 5,5 миллионов человек эвакуируют из Флориды. На штаты надвигается Ирма, один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие. По последним данным, стихия унесла 21 жизнь. И сейчас под угрозой 26 миллионов человек. Каких бед уже натворила Ирма в нашем материале? Вот что оставляет после себя Ирма. Ирма ураган сметает все на своем пути. Разрушительную силу этого тропического циклона уже прочувствовали на британских и американских Виргинских островах, в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и на других островах Карибского бассейна. Гремит очень страшно. Это ужасно. Сейчас ураган бесчинствует на Кубе. На северо-восточное побережье острова он обрушился вчера вечером. Многие города остались без электричества и транспортного сообщения. Страну спешно покинули около 50 тысяч туристов. Уже появились данные о значительных разрушениях. Но пока Ирма бушует, точные масштабы ущерба определить сложно. Только посмотрите, какой беды этот ураган наделал на Карибских островах. И станет понятно, насколько он сильный. Я даже боюсь представить, что он сделает с нашим городом, с нашими домами. А уже завтра утром Ирма нагрянет в Соединенные Штаты. Ветер все сильнее, волны все выше. Во Флориде уже ощущается ее приближение. Многие прибрежные города опустили. На улицах не души. Люди покинули свои дома, предусмотрительно заколотив наглухо окна и двери. С собой взяли только самое необходимое. В этом южном штате знают, насколько мощной бывает стихия. В 92-м Флориду накрыл ураган Эндрю. Тогда погибли 65 человек. А он был намного слабее Ирмы. Я очень хорошо знаю, что такое мощный ураган. Тогда было впечатление, что дом переехал в грузовой поезд. Мы остались без крыши над головой. И в прямом, и в переносном смысле. Это было ужасно. Во Флориде продолжается масштабная эвакуация людей. На заправках не хватает бензина. На автомагистралях не протолкнутся. Около четверти населения штата, а это более 5,5 миллионов человек, в зоне риска. Их призвали немедленно покинуть свои дома. Время поджимает. Если вы находитесь в зоне эвакуации, вам нужно уезжать. Это катастрофический шторм. Ничего подобного наш штат еще не видел. И помните, мы можем восстановить ваш дом, но не можем восстановить вашу жизнь. Но перед угрозой смертельной опасности оказались не только люди. В зоопарке Майами потратили несколько часов, чтобы переместить в безопасное место розовых фламинго. Его сотрудники перенесли по одной 3 тысячи птиц, чтобы спрятать от Ирмы. А на Кубе для спасения дельфинов задействовали вертолет. Животных перевезли с северного побережья в центр острова. Ожидается, что сюда буря не дойдет. Сейчас скорость ветра в эпицентре стихии достигает 250 км в час. Вот только Ирма пришла не одна. Вслед за ней на Карибы надвигается ураган Хосе. Ему уже присвоили четвертую категорию мощности. А к западу от Ирмы над Мексиканским заливом перерос в ураган шторм Катя. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. На французских островах в Карибском море Ирма разрушила почти всю инфраструктуру. Уничтожен аэропорт, в руинах дорогие виллы и высотки. Виды некогда роскошного Сен-Барта сейчас напоминают кадры фильма «Катастрофы». Этот остров – излюбленное место отдыха кинозвезд и политиков. Засветился там и один из отечественных. Вот так сейчас выглядят острова в Карибском бассейне. Стихия с корнем вырвала деревья, ломала мосты, сносила многоэтажки. Местные власти подсчитывают убытки. Утверждают, на восстановление инфраструктуры понадобится несколько лет и сотни миллионов евро. Не пощадил ураган Ирма и остров Сен-Барт. Остров практически разрушен. Ураган на него обрушился фактически дважды. После первого удара остров оказался в его эпицентре. На Сен-Барте отсутствует электричество и телефонная связь, поэтому о масштабах разрушения французское правительство пока не сообщает. В заложниках стихии находится десятитысячное население острова. Это место считают раем для миллионеров. Бирюзовая вода, песок цвета слоновой кости и пейзажи, завораживающие глаз. Именно здесь несколько месяцев назад присмотрел участок украинский нардеп, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. Стартовая цена на дело земли – 12 миллионов долларов. Рабинович встречался с владельцем, ознакомился с планом и даже поторговался. В декларации Рабиновича о земле ни слова. Нигде не указано и празднование Нового года на острове Сен-Барт. Только праздничный ужин на шесть человек в роскошном ресторане обошелся нардепу в 20 тысяч долларов. Интересно, что на суммы, указанной в декларации, парламентарий земельку на Карибах и шикарное застолье явно не осилит. Да и в Украине практически всем владеет его жена. На нее оформлены два дома, земельные участки и квартира. У парламентария в собственности ордена, картины и несколько мелких компаний. Так что неясно, за какие деньги был банкет на Сен-Барте и дорогущая земля Карибского острова. В Киеве пресекли работу конвертационного центра с годовым оборотом, вдумайтесь, 1 миллиард гривен. По данным Генпрокуратуры, мошенники помогали предприятиям уклоняться от налогов и легализировать их незаконные доходы. Работали они в столице, Киевской области и других регионах. Во время обысков правоохранители изъяли около 800 тысяч долларов в компьютерную технику и документы. О поимке сразу трех взяточников сообщили закарпатские правоохранители. В Ужгороде сотрудники СБУ и прокуратуры задержали инспектора архитектурно-строительной инспекции. Он требовал у предпринимателя 4,5 тысячи долларов за разрешительную документацию на строительные работы. Бизнесмен хотел соорудить склад. Во время получения части взятки 3700 долларов чиновника и его посредника задержали. На взятки в 50 тысяч гривен попался начальник одного из отделений Закарпатгаза. Деньги он требовал у жителя области за газификацию частного дома. Чиновник был пойман с поличным. И еще одно скандальное задержание сотрудники СБУ обнаружили среди новых патрульных полицейских взяточника. Один из капитанов требовал у водителя 11 тысяч гривен. А вот в Одессе умудряются зарабатывать даже на спортсменах. Как сообщили в СБУ, начальник одного из управлений облгосадминистрации постоянно требовал деньги за предоставление спортивных разрядов. Суммы колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Задержали его во время получения части взятки в 2000 зеленых. Ему светит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным одесских СМИ, речь идет о главе департамента семьи детей и молодежи Вячеславе Березуцком. В прошлом он автомайдановец, на работу в ОГА пришел в 2015. В Черкасской области разгорелась битва за урожай, причем в буквальном смысле этого слова. Вчера поле подсолнуха на окраине села Насачиб едва не стало полем брани между местным фермером и агропредприятием. Что не поделили, далее в материале. Мощная сельхозтехника, десятки машин и более сотни людей. На первый взгляд на поле готовятся к сбору урожая. Но, объясняют присутствующие здесь полицейские, не все так просто. В поле НИ-102 были сообщения с одной и с другой стороны, что одна сторона заважает другой стороне работать. Причина конфликта – это поле подсолнуха, более чем в 100 гектар. Урожая почти на 3 миллиона гривен, рассказывает фермер из соседнего села Насачив. Анатолий Тыхенко показывает накладные, согласно которым именно он засевал этот участок. А собирать урожай приехала посторонняя фирма. Тыхенко взял землю в аренду в 2008 году. Ее срок истек в конце 13-го. С тех пор, рассказывает фермер, областной госгеокадастер затягивал с продлением договора. По закону ей должны были прийти, где же мы геокадастер на сегодняшний день, и вылочить эту земельную делянку у меня с коррестувания. Ее никто у меня не вылочил. И я продолжу эту земельную делянку засевать, платить за ней налоги, как положено, и коррестуваться этой земельной делянкой. Как оказалось, госгеокадастер дважды за три года поменял на этом поле арендатора. В этом году субарендатор участка решил заявить о своих правах. Летом агрофирма уже пыталась собрать на поле ячмень, посеянный Анатолием Тыхенко. Тогда фермер в суде отстоял права на свой урожай. На каких основаниях предприятие сейчас посягает на чужой подсолнух, его представитель объяснить не смог. Сельский голова Насачива подтвердил, фермер Тыхенко исправно платит налоги в сельскую казну за пользование участком. А вот новые арендаторы лишь время от времени делают проплаты. Заручившись поддержкой односельчан, фермер Тыхенко заблокировал на поле технику работников агропредприятия. Те тоже вызвали подмогу. Едва не дошло до драки. Глава антирейдерского союза предпринимателей уверяет, это банальная рейдерская схема. В ней участвуют чиновники госгеокадастра. Пока зреет урожай, они переоформляют несколько раз договора аренды, в результате чего под осень, под конец урожая, сбора урожая, появляются выгодополучатели рейдерской схемы. Таких ситуаций по Украине десятки, если не сотни, говорят в Всеукраинском союзе фермеров. И в Днепропетровске, и в Полтавской области отбываются напады на фермеров, катывания, напады оружие и так далее. Мы сегодня возвращаемся и до генерального прокурора, и до министра внутренних справ, чтобы они это взяли на особисти контроль. А вот прояснить ситуацию в областном госгеокадастре оказалось некому. Начальница в командировках, заместители в отпусках. Но не на камеру сообщили. По продлению договора фермеру Тыхенко сейчас идет судебное разбирательство. Поэтому ждут решения Фемиды. Евгения Коваленко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область. Народный марш за Европу. В Лондоне около 50 тысяч человек вышли на протест против Брекзита. Вооружившись флагами ЕС и транспарантами, они прошли по центру столицы до офиса премьера на Даунинг-стрит-10 и дальше к парламенту. Участники акции приурочили этот марш к голосованию за документ, который отменяет действия законодательства ЕС на территории Соединенного Королевства. Его будут рассматривать в палате общин в понедельник. Очередной виток напряженности между Турцией и Германией. Анкара обвиняют Ангелу Меркель и других немецких политиков в нацистских методах и предостерегла своих граждан от посещения Германии из-за антитурецких настроений. Берлин грозится остановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Подробности очередной ссоры у Татьяны Лагуновой. Турция снова не подбирает слов и выражений в адрес немецких топ-политиков. Президент страны Реджеп Таип Эрдоган, выступая на партийном съезде, сравнил политику канцлера Ангелы Меркели, претендента на этот пост Мартина Шульца, с методами нацистов. Я не называю вас нацистами или фашистами. Я просто обрисовываю ситуацию. И это выглядит как нацизм и фашизм. Вы делаете это. Вы стараетесь заработать баллы на выборах. Президента Турции, видимо, разозлили воскресные предвыборные дебаты Ангелы Меркели и Мартина Шульца. Во время телевизионной дуэли оба политика заявили, недавние аресты немецких граждан в Турции по политическим мотивам неприемлемы. И Германия готова поднять вопрос о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС. Если я стану канцлером, я остановлю переговоры о вступлении Турции в ЕС. Мы уже дошли до того, что граждане Германии не могут спокойно ездить в эту страну. Я никогда не была сторонником вступления Турции в Европейский Союз. Будущие отношения между Турцией и Евросоюзом немецкие политики планируют обсудить на следующем саммите ЕС. Он состоится в октябре уже после парламентских выборов в Германии. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сенатором американского штата Индиана стала украинка. Виктория Спарц обошла шестерых других кандидатов и будет занимать этот пост до 2020 года. 38-летняя Спарц переехала в США, когда ей было 21, получила диплом магистра по специальности бухгалтерский учет университета Индианы и осталась там преподавать. Кроме того, она занимала высокие посты в компаниях, которые входят в список 200 самых прибыльных в США. А украинские дизайнеры покоряют Париж. Свои проекты и работы они впервые представили на главной сцене Парижской недели дизайна. С чем приехали, видела Елена Абрамович. Этот павильон – главная локация Парижской недели дизайна. Свои идеи представляют молодые авторы. Среди них тут впервые украинцы. С собой привезли кресло-сферу, стульчик тысячи дырочек, а еще лампу-вулкан. Это единственный вулкан, который безопасен для того, чтобы повесить его дома. Некоторые проекты уже получили известность на других мировых выставках и конкурсах. Это плиточка, с которой мы победили на Red Dot в международном конкурсе. Среди многих стран мы заняли первое место с номинацией The Best of the Best. Ее можно использовать, как видите, как вешалку, можно использовать как маленькие полочки, ну или как просто декоративную плитку. Украинский уголок в парижском павильоне «Ледок» – 16 квадратных метров. Позаботились и о тех, кто заинтересуется увидеть больше. Отдельный шоу-рум организовали в украинском культурном центре в Париже. Кроме элементов декора, тут есть абсолютные арт-объекты, как вот это вот сердце, сделанное из отходов обувных фабрик. За автор сердца – Валерий Кузнецов. Привез на выставку и более практичные вещи – столики, картины. Для него это не первое мероприятие за рубежом. Убеждает – украинцам есть чем гордиться. Если раньше это была исключительно такая вот кустарная и хендмейдовская деятельность, а сейчас все хотят делать, все хотят продвигать, все хотят создавать и продавать украинский дизайн. Сегодня это тренд. Согласна с ним и украинская писательница Ирена Карпа, которая руководит культурным центром. А еще, говорит Ирена Карпа, все чаще она слышит вопрос «Ого, кто это сделал?» и очень приятно отвечать – украинские дизайнеры. Из Парижа Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Какую панацею от рака нашли французские ученые? Умеют ли современные дети слушать аудиокассеты? И что нашли археологи в гробницах египетских фараонов? Об этом и не только в нашем международном обзоре. С раком будут бороться вирусы. Французские ученые пришли к выводу, что некоторые опасные вирусы в будущем смогут работать на человека и стать настоящей панацеей. От агрессивных форм рака. Исследователи уже научились менять ДНК этих вирусов, чтобы они могли обнаруживать раковые клетки, а потом уничтожать их. Первые опыты прошли успешно. Более того, такое лечение работает целенаправленно, то есть не вызывает побочных эффектов, как химио- или радиотерапия, утверждают ученые. Чтобы продемонстрировать силу морского прилива, канадский художник создал огромное граффити. На восьмиметровой стене причала в заливе Фанди Шона Йора изобразил лицо девушки, которая выныривает из-под воды. Во время прилива вода постепенно затапливает изображение. Мастер работал над этим муралом в течение нескольких месяцев. Использовал только экологически чистые краски. Правда, ему часто приходилось менять график работы из-за приливов. 39-летний британец Джеймс Крейн предложил своим детям прослушать старые аудиокассеты. 12-летний Арчи и 10-летний Оскар прикладывали кассету к уху, смотрели сквозь них и даже пытались вставить их в телевизор. Искали в них также разъем для наушников и гнездо для батареек. Папа сначала подумал, что сыновья шутят, но на самом деле дети попросту не понимали, как с помощью этих приспособлений можно услышать музыку. Американский хоррор и американская мечта под таким девизом на неделе моды в Нью-Йорке прошел показ коллекции модного дома Кельвин Кляйн. В своей новой коллекции дизайнер Раф Симмонс совместил все, что принесло славу Америке. Фильмы Хичкока и Линча, современное искусство, высокую моду и уличный стиль. Модели демонстрировали атласные рубашки в духе Дикого Запада, деним с различными вставками и модные в следующем сезоне ковбойские сапоги. В Луксоре обнаружили гробницу торговца золотом времен Древнего Египта. Новая археологическая находка была сделана на западном берегу Нила, где расположены погребения древнеегипетских фараонов. В гробнице находилась статуя ювелира, его жены, а также погребальные маски. Предполагается, что мастер жил около трех с половиной тысяч лет назад. Потрясающее северное сияние зафиксировали в Норвегии. После рекордной вспышки на солнце прекрасный пейзаж наблюдали на Лафатенских островах, где это природное явление очень часто можно видеть с сентября по апрель. Ученые уверяют, в этот раз все по-другому. Ведь магнитная буря продолжается, и северное сияние в ближайшие дни можно будет увидеть южнее Норвегии. В Львовской области проходит чемпионат Украины по горному ралли. Несколько десятков смельчаков сражаются за титул самого быстрого гонщика. Подробнее в сюжете Галина Якушко. Громкий гул мотора посреди карпатских гор на Вереском перевале стартовали горные гонки. 21 гонщик борется за чемпионские титулы звания мастера спорта горных автогонок. Участие могут принять только специально оборудованные машины. Машины каркашиные, есть каркас безопасности, есть система пожарного гасения, есть подготовленная подвеска, моторы. То, что вы видите подобные автомобили на уже знакомой марке, то только внешний вид. Все решения подготовлены для участия в спортивных соревнованиях. Пластиковые окна, усиленный каркас и спортивное кресло. Это уже не простые Жигули, это настоящий гоночный автомобиль. Ну вот хлопцы и называют фисташка, потому что наша автозелена. Может быть у вас не сна? Может быть. В свою фисташку Александр вложил 3,5 тысячи долларов. От оригинального автомобиля остался только кузов и фары. Все остальное пришлось заменить. Он достаточно быстрый. Ну сколько вы его разнимали? Честно, спидометра нет, не могу вам сказать. Ну приблизительно? Ну приблизительно за сотню. За сотню по этим серпантинам, по прямым, он едет. То есть тут трасса не позволяет больше. На скорости участники должны преодолеть крутые виражи и перепады карпатских высот. Длина маршрута около 3 километров. Дорога достаточно сложная сейчас получается. Щебенки пока очень много. Нехай, как бы, куласам надо расчистить дорогу и будет немного легче. А в загальном трассе на последнем повороте очень сложная. Преодолеть трассу удается не всем. Одному из участников приходится сойти с дистанции. Остальные продолжили соревнования. Победители выберут завтра на горном перевале между Схидницей и Бориславом. Грины Кушки, Юрий Голубин, по подробности, телеканал Интер, Львовская область. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин